Что лучше, Ютуб или ТикТок? В связи с тем, что американский Ютуб втоптал мой канал в грязь, я ушел с Ютуба на ТикТок. Не вижу смысла бегать, снимать, писать сценарии, искать исторические материалы для роликов, тратить личное время, порой больше недели, ради 500 или 1000 просмотров и прибыли в 0 гривен. Более того, они приносят только финансовые траты и трату личного времени. Есть украинская пословица «Носится, як дурень со ступою». Я умный, но с камерой ношусь, как в поговорке той со ступой. Кстати, уверен, что вы не знаете, откуда взялась эта поговорка из украинской народной сказки, и звучит это так. «Пишли все браты счастья шукаты, тильки разумни свое хозяйство дома залишили, а в Ивана с хозяйства была тильки ступа, так винь ей тэш с собою взял». Только что просмотрел весь свой Ютуб-канал за прошлый период. Гаплык полный. Видео, снятое 3-5 лет назад и даже 8 лет назад на смартфон, порой без звука и не несущий никакой полезной информации, набирали столько же просмотров, как видео, снятое сегодня, в которые я вкладываю знания, опыт, мастерство и душу. В феврале-марте исполняется 2 года, как мой канал отправили в теневой бан Ютуба, который сам Ютуб, естественно, не признает. Я долго пробовал работать в условиях теневого бана Ютуба, но систему ж победить невозможно. Да я и не собирался ее побеждать. Я просто работал, невзирая на паскудные отношения Гугла, Ютуба к моему каналу Виталвей. Я начал создавать серьезные документальные фильмы, различные ролики, простые и не очень, познавательные и развлекательные. Проводил прямые эфиры от 60 до 300 минут. Регулярно делал записи в разделе «Сообщество» на Ютуб-канале, в надежде, что эти действия помогут выйти из теневого бана. Но не так сталося, как гадалось. Да я и понимал, что бы я ни делал, ничего не поможет, пока Ютуб сам не уберет черную метку. Я ушел на ТикТок и пока не жалею. Как будет дальше, поживем, увидим. Если есть желание смотреть мой канал, ссылка на мой ТикТок будет в описании. Название все такое же – Виталвей. Буду пробовать здесь достичь успеха, найти своего зрителя и подписчика. Исторические факты о нашем городе останутся в приоритете. Но канал Виталвей на ТикТоке не будет строго историческим, как на Ютубе. Буду публиковать и развлекательный контент, и видеопрогулки, и, возможно, что-то из личной жизни и опыта. А также мои мысли вслух. Жду подписчиков с комментариями и лайками. Всегда ваш Виталий Пескун. После словия «На Ютуб вернусь, если только он снимет с меня теневой бан». Пока.